Сейчас мы позвоним Николаю Валуеву перед боем Хабиба и узнаем его мнение. Будет ли он смотреть и его прогнозы. Ты что против Хабиба? Ты что там против Хабиба имеешь? Вечер, субботы, и мы пришли на главный бой 2019 года. Хабиб Нурмагомедов против американца Дастина Парье. Нет, мы не в Абу-Даби, где проходит турнир, но поверьте, там где мы находимся, это кинотеатр КОРО в Санкт-Петербурге, болельщиков Хабиба Нурмагомедова не меньше. За кого сегодня пришли болеть? За Парье. Если толпа начнет в кинотеатре скандировать Хабиб, Хабиб, подадитесь и тоже начнете? Да нет, я думаю, если Парье будет побеждать, мы на самом деле уже думали, что будет в этом случае, потому что я просто понимаю, сколько там будет фанатов Хабиба, и мы такие Парье, Парье, Парье. Ну просто, знаете, всякие люди бывают, что это почему-то, ну там, ты что-то против Хабиба, ты что-то против Хабиба имеешь, знаешь? Да резко. Ну вообще, это за линапу. Да не какой-то, блябка. Если вот это будет, конечно, кто будет, скажите мне. А, да это Купика, а это я не буду. Так а вы на Хабиба-то пойдете смотреть? Конечно, сейчас заходим, блядь, заходим. Так и забейте на это, это не надо. Ну, вся пасиста. Сейчас мы позвоним Николаю Валуеву перед боем Хабиба и узнаем его мнение. Будет ли он смотреть и его прогноз. И за кого он болеет? Абонент временно недоступен. Он уже смотрит. Спасибо. Он смотрит и вырубит. Тогда тренеру Поветкина Александру Зимину. Обещайте внимание, вы сегодня за Хабиба же пришли поболеть. В каком раунде завершился бой? За Хабиба. Да, да. А? На первую. Расскажите, за кого сегодня будете болеть? Хабиба. Вот, хотя в том году смотрел бой с Макгрегором. В другом городе, правда, и за Макгрегора болело 30 человек, а за Хабиба я один. Тоже в кинотеатре? Нет, это было в баре. А почему болели за Макгрегора? Что за город, расскажите. Город на Волге, город Ульяновск. Почему там живут болельщики Конора Макгрегора, а не Хабиба? Борели кальян, пели виски и болели за Конора Макгрегора. А смотрели бой против Конора Макгрегора? Да. Как думаете, Дастин Парье сильнее Конора или нет? Нет. Хуже. То есть шансов у Дастина Парье нет? Да. Вы откуда, кстати, приехали? Нет. Давно в Петербурге. А, из Петербурга, из Ленинграда еще родились. Ну, русский, мухля, так. А, ну это правильно. Ну ладно, если Хабиб победит, что дальше? Его дальнейшие планы карьерные? Ну, естественно, Тони Фергюсон. А потом, после Фергюсона, заканчивается? Либо Сент-Пьер, либо, в принципе, легкий вес расчищен будет. Чем Хабиб будет заниматься после окончания карьеры? Ну, я не знаю, мне кажется, станет каким-нибудь депутатом, как у нас обычно это принято, с каким-нибудь депутатом в Госдуме. Но он может стать президентом Дагестана, в принципе. Да, да, вообще на изи, я думаю, да, его народ вообще пипец поддерживает. Так что, ну, вполне увидим, что я думаю, что Хабиб, как закончит карьеру, будет политиком. И довольно-таки неплохим, как я думаю, политиком. Вот, потому что он уже, там, на уровне того же, там, знаешь, общается, там, за Муфтиев, за, там, общается с Кадыровым. Я думаю, ну, это уже, как бы, ну, как бы уровень. Он уже со всеми знаком, с теми, да, 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 вот. И даже был на встрече с Владимиром Путиным, вместе с отцом. Да, понимаешь, вот, да, то есть, ну, чувак уже просто... Дорога открыта. Да, одной ногой просто там, вот. И я, вот, ему, для него это прям будет вообще карьерно. Слушайте, а выборы 2024 не Хабиб или следующие? Я больше поверю, что это будет Рамзан Ахматович. Я больше в это поверю. Мы хотели, это и спор день за днем вас беспокоит. Мы хотели у вас экспресс-комментарий получить. Будете ли сегодня смотреть бой Хабиба Нурмагомедова? А вряд ли буду сейчас полностью смотреть, потому что Бекла Миксатор, она вставает подъем. Ага. А ваш прогноз, победит он Дастина Парье? Я думаю, победит, победит. Спросив мнение людей, мы с Олегом убедились, что большинство болеет за Хабиба. Очень неожиданно. Но есть и люди, которые пришли поддержать Дастина Парье. Поэтому интересно, что будет сегодня в кинотеатре, не случится ли чего-нибудь такого, знаете, опасного. Наш челлендж сегодня, во-первых, если не будут люди скандировать в кинотеатре, мы попытаемся запустить скандирование. И волну. А во-вторых, нужно запустить волну, как на стадионе. Ну, получится или нет, посмотрим. Мы пошли. 25 минут 12-го, и наконец-то появляется Хабиб Нурмагомедов. Нам пора запускать скандирование. Пока в зале было тихо на предыдущих боях, и мы немножечко даже заскучали, и, можно сказать, начали зевать. Хабиб! Хабиб, 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 Хабиб! Завершился бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Парье. Чистая и полная победа Хабиба Но мне понравилось вообще, как это происходило в кинотеатре Действительно полный зал Я так сам никогда не смотрю целиком Все бои вечера UFC Ну просто не выдерживаю А здесь все это смотрится очень легко И главное не затянуто Потому что есть фильмы, которые очень сильно затянуты И длятся больше трех часов Но бои Хабиба длятся значительно меньше Как показывает практика И даже полных раундов ему не нужно Чтобы победить Я бы, честно говоря, и на другие виды спорта С удовольствием ходил бы в кинотеатр Потому что Ну какая-то другая энергетика Это практически сравнимо со стадионом